ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ Крестовая гора расположена вблизи Алубки. Она окружена сосновым лесом и живописными нагромождениями скал, упавших некогда с Айпетри. В очень давние времена на свете жили джины, не то люди, не то духи. По одну сторону Крымских гор вдоль побережья жили правоверные джины. Они были верны заветам единого Аллаха и его пророка, произносили молитвы и восхваляли его премудрость. По другую сторону Крымских гор внутри страны жили неправоверные джины. Они не признавали заветов Аллаха и подчинялись его врагу, великому бесу Иблису. Каждый народ джинов имел своего хана. Не было согласия между джинами Аллаха и джинами Иблиса. Часто шли между ними войны и распри. У хана Иблисовых джинов был сын-наследник, юноша редкой красоты, смелый, страстный и настойчивый. Не знал он еще любви, так как не было в стране Иблисовых джинов девушки, достойней такого витязя. Был у ханского сына невольник-воспитатель, научивший его и стрельбе из лука, и метанию из прощей, и прыганье, и бегу. Очень полюбил старый раб своего воспитанника и рассказал ему, как живут другие джины, какие у них витязи и девушки. Рассказал старый дядька воспитаннику своему, что у хана Аллахова в джинов есть молодая дочь, дивная красавица Зихра. Страсть разгорелась в сердце ханского сына, все мысли наполнились думами о прекрасной, никогда не виданной им соседке. Перестала радовать его прежде любимая охота. Стал сын хана мрачен и молчалив. Глубоко печалился старый хан, глядя на скорбную перемену в любимом сыне. Настойчиво допытывался он от него о причине его тоски, но юноша молчал, как могила. Тогда старый хан призвал к себе верховного жреца Иблиса и поручил ему узнать причину печали сына. Когда в одну ночь юноша забылся сном, верховный жрец подкрался к нему и услышал. «О Зихра! Зихра!» Не было в ханстве ни одной девушки по имени Зихра. Опросил хан пленников и узнал всю правду. Разгневный хан запретил сыну даже помышлять об иноплеменнице. И установил за ним строгий надзор. Но не покорился юноша принц. Он твердо решил сбежать, чтобы хоть раз взглянуть на любимую. Его старый слуга достал одежду чабана и в одну ночь вместе с переодетым юношей проскользнул мимо дворцовой стражи. Бежали они всю ночь и к рассвету поднялись на Яйлу. Решили беглецы пробраться во дворец. Принц вместе со своим старым услугой разучили большое количество неведомых им до сих пор священных песнопений. Переоделись они в платье нищих дервишей и стали ежедневно приходить к воротам ханского дворца и распевать священные гимны. Прекрасный и могучий голос молодого дервиша нашел дорогу к уху красавицы-принцессы. Зихра уговорила своего отца разрешить святым дервишам приходить в ее дворцовую молельню и оглашать ее песнопениями. Увидел переодетый принц дервиш ту, о ком мечтала его душа и не было границ его восторгу, но и принцесса Зихра скоро заметила, что не только звучным голосом обладает молодой дервиш, но и прекрасным, мужественным, гордым лицом, светящимися смелыми, пылкими глазами и могучим, гибким, стройным станом. Все чаще пели дервиши или красавицы-принцессы. Пришел день, когда два любящих сердца открылись друг к другу. Отец красавицы согласился сочетать их браком. Принц торжественно принял веру своей возлюбленной, веру единого Аллаха. Счастлив был старый хан, когда прекрасная Зихра наградила его внуком. Очарованный дед подарил ей фамильную колыбель. Она была сделана из золота и слоновой кости, сверкала драгоценностями, а при качании издавала нежные колыбельные песни. Тем временем слух о браке ханской дочери с каким-то пришлым витязем дошел до края иблисовых джинов. Страшное подозрение закрылось в душу хана. Он послал лазутчиков в вражескую страну, чтобы они и посмотрели на витязя. И те подтвердили, что это действительно сын хана. Решил старый хан уничтожить проклятое гнездо врага. Напали население прибрежных джинов-пришельцы из-за гор. Аллаховы джины мужественно защищали свою землю и веру, но войны приверженцев иблиса камня на камне не оставляли от деревень, городов и храмов, превратив цветущий берег Крыма в мрачную пустыню. Старый хан увел дочь и маленького внука через потайной подземный ход, который вел из дворца в крепость Исар на горе, называемой теперь Крестовой. Из всех сокровищ они схватили с собой только самое дорогое — золотую поющую колыбель. Поднялись они по длинному подземному ходу, но с ужасом увидели, что выход из пещеры завален камнями. Несчастные, претерпев страшные страдания, умерли с голоду. Перед смертью старик хан произнес над золотой колыбелью заклинание, сделавшее ее невидимой. Предание гласит, что она и ныне хранится в мрачной пещере горы Исар. Когда сильная буря раскачивает колыбель, она тихонько поет заунывную колыбельную песню. Субтитры создавал DimaTorzok